Всем привет! На дворе 1 марта. Мы улетаем в Бангкок. Нас ждет очень много интересных мест, много островов. Сейчас на улице очень холодно. Я прямо замерз уже 10 градусов у нас. Не отключайтесь. Смотрите, будет очень интересно. Одновременно улетает очень много рейсов. И наш на Бангкок задержали еще на полчаса, поэтому регистрацию еще пока не открыли. Здесь можно упаковать багаж. Я не успел этого сделать. Вон сколько рейсов. Одномоментно улетает. Мы тут встали возле какого-то красного уголка. Все подходят, спрашивают. Говорят, что-то продаете. Вы такие красивые, но мягкие. Нет, мы просто ожидаем. Нам еще 15 минут ждать. У нас в Казахстане вчера перевели часы на 1 час назад. И ощущение такое, что вот эти люди все опоздали просто. Поэтому они здесь все стоят. Тут еще такой прикол интересный. Вот упаковывают багаж в белую пленку. И сверху клеят красный скотч. У всех чемоданы одинаковые становятся. Потом берут фломастер, подписывают. И я не знаю, как они там будут поименово там разбираться при получении. Потешно. Ну, очередь двигается уже потихонечку. Что-то нереальное происходит у нас в аэропорту в Алматинском. Куча самолетов вылетает. Народу просто море. Даже в лаунже мест нет. Но мы получили вот такие талончики на питание. Сейчас можно будет пройти вот сюда. В это кафе взять какой-то там ланчбоксы себе. И вот посидеть. Жесть какая-то. Прям вообще ужас. Первый раз такое мы видим в Алматинском аэропорту. Так, по меню как раз вот можно выбрать. Тут каши всякие разные. Сверники. Крылосаны. Крылосаны. Роллэн. Так далее. Короче, половины нет. Алкоголя половины нет. И, короче, здесь то самое. Плюс всякие разные кофе. Ну, как-то так. Так, мы идем на посадку. Устали ждать. А где самолет-то наш? Где самолет? На автобусе, что ли, поедем? Короче, все куда-то пошли. И мы пошли тоже. А вон автобус наш стоит. А, ну да, о чем мы сидим? Вон, в Бангкок на автобусе. Вот реально не верите? В Бангкок на автобусе. Вот, пожалуйста, вон автобус. В Бангкок на автобус. Смотрите, смотрите, никто нас не встречает. Да? Да мы же в лето летим, мы закаленные. Спасибо большое. А то мы пошли. Короче, вот так вот на автобусе в Бангкок. Ребята, значит, наш автобус на Бангкок ушел. Вон, 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 полный стоит. Так, что ли? Да, мы готовимся к взлету. Вот уже на целый час опоздания у нас. Самолет битком. Нас еще задержали. И еще задержали. Вообще просто, да. Мы ждем, короче, какие-то там самолеты еще взлетают сейчас. Вон, 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 вон. В Киев, в Тукушне. Гоа, Сеул. Короче, там... Короче, много самолетов, да. Вот так как-то так. Нам полили крылья, ну и окна какой-то фигней. Поэтому видео взлета у нас не будет до Бангкока. Ай, молодец пилот. Ура, все, мы в Бангкоке, супер, ой, 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 что происходит, что происходит, короче говорят, что если вдруг момент остановки самолета не соскочить со своего места, самолет увезет тебя обратно, так что давай, давай соскакиваем тоже, а то вдруг нас увезут, вообще на самом деле непонятно, только сели, тут еще минут 10 будет как минимум. Трап подавать там, что там, я не знаю, делать, и все зачем-то соскочили, все что-то ждут, ну я думаю нам тоже надо сделать, не будем отставать от коллектива. Ой, прям родной такой воздух, теплый, сильно влажный и с явным запахом именно тайским, таким, не знаю, ни на что не похожий, его ни с чем не спутаешь. Прям родной такой. Вот по прибытию мы проходим всякие разные вот такие вот информационные таблички. Тут их много всяких разных, вот написано immigration, получение багажа и стрелочки к нам туда, идем по стрелочкам. Вот, то есть пограничный контроль 270 метров, ну и прочее-прочее здесь. Зона прилета, вот стоечки, кстати, здесь можно TrueMove или Detac сразу же оформить себе сим-карточку. Мы только что подошли и восстановили номера, потому что у нас в связи со сменой телефонов произошла дезактивация e-SIM-ок, и мы решили отказаться от этого электронного ноу-хау и перешли обратно на пластик. Так надежнее. Вот, буквально пять минут забили наши паспортные данные новые в базу, дали сим-карты, все это бесплатно. Все, восстановили номера 5G. Купили тариф за 319 бат на 30 дней, 99 гигабайт на полной скорости 5G. Вот, кстати, АИС тоже, если что, кому-то взять. Так, нам теперь нужно найти... Травалатор вниз, к поездам. Поехали. Для тех, кто не знает, на цокольном этаже в аэропорту Бангкока можно применять деньги по очень-очень выгодному курсу. Очень много обменников с классным курсом. Вот, сейчас мы вам покажем, какой курс там внизу. Ну, то есть, в принципе, хороший или плохой курс, вы сами понимаете, можно определить так. То есть, это спред между покупкой и продажей. Чем он выше, тем курс хуже. Чем ниже, тем, соответственно, наоборот. И мы сейчас покажем, какой там будет курс. Я думаю, что там разница между покупкой и продажей буквально, может быть, 15-20 копеек, не больше. Вот. Кстати, вот еще, вот такая вот штука интересная. Вот эти вот автоматики. Здесь можно набирать бутылочку в воду, бесплатно, абсолютно. Если у вас с полета остается бутылочка какая-то, пустая, не выбрасывайте. Вот можно подойти, поменять. Ой, набрать воды точнее. Вот тут очередь. Вот мы сейчас как раз наберем тоже водички бесплатно. Холодный. Нет, лучше вон там холодный набери. Здесь обычная вода. Кстати, вот паблик такси. Это, получается, первый этаж. Здесь можно выйти. Автобусы до Каусана здесь ходят. В Паттаю, по-моему, отсюда тоже уходят. Вот мы как раз спускаем сейчас на цокольный этаж. Откуда уходят паровозики. Там же находится массаж, 7-11. Там можно поменять деньги. Вот мы сейчас поменяем как раз деньги и... Вот, вот там вот это все находится. Так, здесь же находится много банкоматов. Вот там находится 7-11. Там же какая-то пекарня. Что-то такое. Смузики всякие разные. Вот, а мы двигаемся в обменнике. Секретные банкокские обменники. Все говорят, не надо менять в аэропорту. Типа курс низкий. Вас обманут. Сейчас посмотрите разницу между покупкой и продажей. И оцените этот курс. Вот здесь же, кстати, можно сдать дешевле, чем наверху. Оставить в камере хранения 100 бат в день. Наверху, по-моему, 150. Ну, правда, здесь единственное... Вот так вот чемоданы будут стоять. Я не знаю, кто их охраняет. Так, и вот теперь смотрим курс. 35-30 покупка, 35-95 продажа. Ну, я немножко ощутил. 65 копеек разница. 35-30. Ну, наверху, я думаю, где-то 32-30. 32 от силы там... Прям вообще... Ну, вот еще, кстати, Суперич. Знаменитый обменник. Тон закрыт. Ну, в принципе, у них одинаковый курс, потому что вот 35-30 здесь тоже. Это крупные, 5-20, это по одному, по-моему. Вот так же камера хранения. И, по-моему, вот туда надо уходить вдаль, чтобы уехать в центр Бангкока на скейтрейне. Надо очередь занимать. Надо очередь занимать. Пойдем, очередь займем. Да давай я здесь встану. Желающих поменять много, однако. Здесь я не встану. Тележка что-то встанет. Ну да, вот наш багаж на месяц. Два рюкзака, два чемодана. Битком. Приехали только что с аэропорта на вот этом вот поезде. Быстро. Минут за 15, наверное, до конечной станции. 8 станций. 45 бас человека. City line. Вот этот вот поезд. Всего лишь три вагончика. Идет очень быстро. Шикарно. Все, сейчас спустимся, поймаем такси и до Каусана тут буквально быстро-быстро. Наташа с чемоданом. Такой небольшой лайфхак, если хотите немного сэкономить по Бангкоку. Вот мы доехали на этой, на паровозике, короче, с аэропорта до последней станции до конечной за 90 бат. И вот сейчас вот взяли такси. В принципе, 150. Но вот он попросил 200. 150 не хочет. Ну, как бы не стали торговаться. Вот. Итого дорога, потому что 290 бат с аэропорта. Такси выходит 400. Это раньше было так. Сейчас, наверное, 500. Ну, в принципе, и время в пути достаточно быстро. Почему? Потому что 26 минут идет с аэропорта поезд. И здесь до Каусана нам вот буквально минут 15-20, не больше. На такси мы ехали бы час. Так что по времени один к одному. Вот. Пользуйтесь, если что. Классно. Удобно. Заселяемся на один день в Бангкоке. Отель Кози Хаус. Это район Рамбутри. Точнее, Каусан. Улица Рамбутри. Ну, здесь, в принципе, так все. Реставрацию сделали. Мы в этом отеле не первый раз. Номер очень маленький. Но для того, чтобы весь день провести, в принципе, достаточно. То есть можно поспать спокойненько. Главное, работает кондиционер. Даже есть телевизор. Кстати, телек большой. Раньше у них такие 3D вот эти вот квадратные висели. Холодильничек. Даже водичка есть. В принципе, что еще нужно? Хороший номер. Он туда разогнал. Там такой сихник. Приятный. Приятный номер. Ух ты. Садик у нас какой-то. У нас пятый этаж. Это последний этаж в этом отеле. Ух ты. Прикольно. Прикольно здесь. Классно вообще. Посидеть можно. Да. Супер. Вечером, если, допустим, на ночь останавливаться здесь, можно посидеть здесь с друзьями. Красота. Красивый цвет. Да. Вот это кротон. Вот это кротон. Смотри какой красивый. Круто, круто. Да. Очень классный. Ветер сейчас, наверное, забивает микрофон. Вот. Ну вот. Но реставрация в этом отеле после ковида была однозначно. Да. То есть это видно. Потому что они поменяли вот эту вот напольную плитку. Однозначно поменяли. Какие-то стеновые панели они сделали. У нас даже, скорее всего, есть какой-то вид. Да. Вид есть, видите, на стенку. Все. Все нормально. По деньгам, если кому-то интересно, мы его взяли по скидке. 500, 560 бат. Они поменяли шлантехнику. Без завтрака. Но 560 бат это вообще вот просто на один день остановиться. Очень классно. Единственное, вот с душем вот это вот беда. То есть сейчас вот примешь душ, вот здесь все мокрое будет. Конечно. На один день нормально. Оно как бы, да, не продумано немного. Оно было так. Оно, в принципе, так и осталось. Но... Но... Но прям... Номер хороший. Номер хороший. Зачет. Вот такой чуденький отель. Тай Козе Хаус. И, кстати, в нем проведена реновация. После ковида прям преобразили его. И в номерах чувствуются большие изменения. Вот по соседству секрет сервис. Узенький такой отельчик. И вот как раз вот мы наблюдаем. Вот где дерево. Это как раз самая клумба. Место сбора, откуда уходят автобусы Лампрая на острова. То есть, на нашей практике, вот эти два отеля, один и второй, самые максимально близко расположенные к этой клумбе. То есть, те, кто уезжает на острова с Каусана, берите вот эти отели. То есть, вообще копейки, это чуть-чуть подороже. Где-то в районе 700 бат, где-то вот двухместный номер стоит. Здесь по акции 560, 600, ну 700 бат где-то вот так. На день. Если утром прилетели, классно его сейчас пришел, душ принял. Шикарно. Так что, здесь как раз вот еще можно пошмотиться немного. Купить какие-то футболочки, шортики. Легенькое вот это все тайское. Прям классного качества. Легкое-легкое прям. Мне очень хорошо ходить. Светлые, ну вот это белые ходоки. В турфирмах раздают рюкзачки. По-моему, там такие же майки. Белые вот эти, потому что все одинаковые на экскурсию ездят. Все, вот вышли с отеля. Буквально 30 метров. И находится 7-11. Очень удобно. И, по-моему, далее немного был магазин Финдик. Магазин кожи. Сейчас посмотрим, он остался, нет. По-моему, да, есть, кажется. Здорово. Ну, то есть, улочка, видите, она коротенькая. Буквально 150 метров длиной. 200 максимум. Здесь же массажки. Но массажки лучше делать там. На Ромбо-3, на соседней улице. И вот на углу там есть магазинчики такие неплохие. Там можно купить какие-то там манго-чистки, тарелочки. Там, если кому-то что-то нужно. Очень удобно. Да, вот, пожалуйста, магазин Финдик. Сейчас зайду, посмотрю, мне бумажник как раз нужен. В общем, все близко, все близко, все круто. Так, хочу показать, какие здесь есть средства от комаров. Ну, это все, якобы, не особо мы это любим. Мы берем вот такой. Эта штука классная вообще. Кстати, советую брать 172 бата. Хорошая цена, потому что на островах 250 где-то стоит. Такие брызгалки можно брать. Вот такие. Тоже вот классно. Можно на тело наносить спокойно. Тайцы любят вот такие. И вот, кстати, для фумигатора, в принципе, можно взять вот с насадкой сразу. Можно взять запаску. Эти я тоже не знаю, если честно. Мы берем Вайгоновский. На улице Ромбутри есть такой салон классный. Называется Шева Спа. Мы сюда ходим уже больше десяти лет. Массаж ног здесь просто отменный. Рекомендую брать минимум часа на полтора и прям кайфануть. Всегда много людей. Вот такой вот логотипчик этого места. Массаж стоит 300 бат один час. Полтора часа стоит 450 бат. Но оно того стоит. Ребята, это кайф. И второе место. Вот здесь ресторанчик. Сейчас я увеличу, покажу как называется. Не могу прочитать. В общем, по вот этому названию. Ориентируйтесь. Прям напротив. То есть можно там покушать. Потом вернуться сюда. Сейчас только что покушали. Там живая музыка играет. Записывать, к сожалению, не смог. Потому что это будет блокировать. Очень вкусно. Прям вообще. Взяли сон там. Лапгай и Паттай. И Мангушейк. Заплатили 370 бат. Я считаю, что это недорого. Средняя цена. Вот. И это все. Вот здесь на улице Рамбу 3. После массажа ног мы пойдем регистрироваться в офис Ламбрая. Он находится вот здесь. Вот здесь. Да, все верно. Вот Ламбрая. 7 часов откроется регистрация. И получим билетики на поездку дальнейшую на острова. Мы едем на Ко Тао. Посетили массажный салон. Не знаю как правильно Шева или Шива. Полтора часа массаж ног. Это реально божественно. Классный салон. Пятерка. 5 баллов из 5. Так. Ну и все. Далее идем в Ламбраю. Насколько понимаете здесь реально все компактно. Близко. Друг напротив друга все находится. Вот здесь тоже много людей. Я смотрю кушают все. Здесь же массажная еще одна. Офис Ламбрая. Обмен валют. Обмен валют. Кстати обмен валют цена такая же. Курс точнее такой же как в аэропорту сегодня. Мы меняли 35-30 на сегодняшний день. И вот так вот. Вот фрукты можно купить. Шикардосно. Шикардосно. Все рядом. Рамбутрия. Я тебя люблю. Какие чуды. Какие чуды. Какие чуды. Вы посмотрите какое произведение искусства. Я думал это принт какой-то. Это человек сидит рисует вот сам. Класс. Као Садроу. Самая знаменитая улица в Бангкоке. Чего здесь только нет. Креветочки. Фруктики разные. Ой. Татошки даже тут есть. Крохо. 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 Ну solved. Так музыка играет. Надо ее забивать. очень атмосферно прям идешь и прям классно здесь шикарно-шикарно каус сан сейчас зайдем водичкой да я люблю кого-то кто любит от ухи он пожалуйста целый центр какие-то стандаперы что-то предлагают ой вкусняшки 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 еще татушечки пожалуйста любые вам сделают за пять минут прямо такой бар крутой вообще шикарно и народу нет но еще не вечер ты только-только только только только-только начинает раскачиваться каус сан он не знаю до сколькин будет греметь здесь везде будет музыка играть сейчас только-только начало такое все яркое красивое какой красивый ананасик понимаете да какой канабисный ананас прикольно короче торговля не прекращается я смотрю вообще сумочки кстати поясные прикольные яркие тоже такие все футбол очки какое-то рейдико что или продает ой это стучка жаба такая классная Вкусняшки, много скорпионов, гусениц всяких, я так много не видел раньше ну вот и все вот мы прошли всю улицу она длиной максимум метров 500 честно говоря вот кстати да вот здесь вот надпись такая вот као сан чего здесь не хватает я бы здесь поставил какую-нибудь арку вот такую вот большую написал као сан это реально очень символично и она бы затягивала и было бы местом таким куда бы все приходили фотографироваться сок из тростника вот прям при вас могут выжить шаверма шаурма вот здесь кстати полицейский участок прям прям на углу народу очень-очень много все и мы направляемся сейчас сторону рамбо 3 вот желтенькая вывеска виднеется это уже как раз таки перекресток рамбо 3 и кстати если кому-то нужно поменять валюты вот этот перекресток это как раз на углу находится банк и от него буквально обменный пункт находится в 15 метрах туда немного сторону чао правильные речки кстати хороший курс что-то все продают 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 ручные вентиляторы маленькие вот эти прикольные кстати игры и вот так кстати можно попасть так можно там бы по той улице можно попасть туда начало праве выйти на речном трамвайчике можно по речке покататься это недорого стоит вот здесь вот находится при этом банки обменный пункт он находится немного вот сюда вот чуть чуть дальше с очень хорошим выгодным курсом на каусане курс кстати вот по секрету скажу даже чуть выше сегодня был чем нежели мы поменяли в аэропорту немного расстроился но здесь очень много людей стоит в очереди если вы меняете много то допустим там не знаю 500 долларов 1000 долларов еще больше то все все просто видят какие вы деньги меняете и напротив стоят всякие тук тукеры ну в общем короче говоря я бы не рисковал бы здесь менять потому что очень много лишних глаз о прикольно как красивые такие фруктовые наборы кокосики все вот мы вышли на рамбу 3 вот хотите лобстера лобстера вам пожарят свеженького прямо за льда вырыл выловят и пожарят вот здесь вот кстати начинается кафешечки такие семейные простенькие дешевенькие кстати но честно сказать в одну из таких кафе в прошлом году мы зашли и очень сильно разочаровались поэтому в эту в эту сторону что-то как-то не хочется хотя отзывы положительные но нам такого там намешали что ой-ой-ой прям очень жалеем что сюда пришли а так еще в принципе ходили всегда сюда очень вкусно по-домашнему и и вообще недорого но нужно читать отзывы обязательно читайте открывайте google map смотрите отзывы прямо вот чтобы фотографии соответствовали этому месту и тогда заходите и кушайте там все ой снова вкусняшки окей окей вот кто-то вот спокойно к этому относится кто-то вот прям нельзя нельзя все 10 бат плати за фотографию пришел в офис ламбрая зарегистрировался дали вот такие ручки это для багажа посадка на катамаран а это для автобуса сички 4-4 вам сейчас нам спросить это вместе рядом списке себя заносишь пожалуйста приходишь людей нет во время главного девять часов вечера готовимся к отправке на острова вот уже часть автобусов прибыла народ потихонечку собирается то есть вот туристов привезли со островов сейчас экипаж поменяется и в обратный путь вот это наш автобус судя по всему у нас места на втором этаже четвертый ряд сейчас будем смотреть прикольно как по лестнице надо подниматься а вот они места на что даже телевизор есть тут прикольно дальше помаши ручкой помаши ручки говорят короче нам раздали вот такие вот ланчбоксы хочу там у нас сок прикольно мелочи приятные бутылочка воды вот еще тут расстояние между ног вот сами видите какой это прям 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 да супер супер а вот ручка кстати вот сюда вот можно положить а у наташи поломанная это что у меня не поломана повезло так повезло вид у нас из окошка вот такой будет сверху будет смотреть на дорогу ну классно классный тут получается разрядка вот так вот два места и одно у нас получасовая остановка ночная время без 23 вот вот это наш автобус мы приехали самыми последними сейчас все начнут разъезжаться мы только будем здесь находиться так что по этому автобусу в целом можно сказать автобус хороший комфортный мягкий но слишком мягкий это наверное пожалуй большой минус потому что у него парусность его качает реально как в гамаке едешь вот он очень высокий в прошлом году мы ехали тоже это вип бас мы в прошлом году ехали на автобусе который пониже кстати вот он 1466 это тот автобус на котором мы ехали в прошлом году видите он приземистый низкий и на нем ехать вообще очень 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 комфортно а на вот этих не валяшках холодильниках так сказать очень неудобно вот еще один тоже такой же а это вообще на пукет идет автобус это кстати не ламбраевский не ламбрая у них у всех здесь такая вот ночная остановочка на полчаса здесь можно пойти перекусить туалеты очень цивильные здесь классно вот ну и что-нибудь купить себе такое в дорогу чипсы всякие разные конфетки и прочее прочее место классное мороженку можно взять на этом игрушка наверно что ли тоже все навалено этими чуба-чубцами 70 бат стоит всего лишь такой большой прикольно чипсы всякие снеки барбекю это с морской капустой что-то такое непонятно 25 бат всего лишь такой пакет прикольно место интересное тут много-много-много всего и вот все автобусы уже разъехались остались мы только ламбраевские все уехали уже судя по всему мы самые последние приедем сегодня на пирс вот единственное что я сегодня здесь нашел это вот мороженка да вот тоже пукетский автобус стоит все мы загружаемся пора ехать во время 6 утра мы уже подъезжаем к пирсу фактически лежа едем автобусы рекомендую вот уже рассвет через час катамаран будет отплывать по этому пирсу мы пойдем усядемся и пойдем на острова чуть-чуть и подкапывает кстати дождик начинается не очень хорошо и волна стоит небольшая может поколбасить здесь вот на пирсе есть такой фудкорт в принципе по сильно гуманным ценам можно сказать можно покушать средняя порция 60-80 бат вкусно готовят здесь по моему даже душевые есть вот на эту стоянку приходят автобусы небольшая зона ожидания маленький март там можно купить воду чипсы мороженое насколько помню ну так по мелочи кофе что такое минимальное вот ветер пошел и дождь ой 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 тропический лимит мама дорогая короче не очень хорошо это на посадку так вот желательно прийти вот так вот сюда первым поставить чемоданы потому что открывается эта калитка короче и лучше зайти конечно в числе первых сейчас еще будем смотреть куда они будут чемоданы загружать если они будут и грузить на палубу снаружи значит волны нет все нормально если будут грузить внутрь салона значит будет стоять волна и будет колбасить это отличительная особенность посмотрим тут собака огромная едет с овчаркой шухеру наводит кто не получил билеты либо не купил вот здесь покупают так же можно взять стикеры вот такие вот наклеить на свои чемоданы сейчас мы это сделаем еще продублируем с двух сторон тут наш чемодану не уехали в другие места здесь все по цветам нам юан первая остановка зеленый малиновый цвет розовый это кота у панган оранжевый самуи синий и отличается дальше идет бангкок там есть красный черный по моему будет петель и коричневый еще какие-то цвета будут использоваться ну вот и рассвет доброе утро прошел небольшой дождик причем настолько быстро что даже никто не успел спрятаться течение трех минут залил все что можно было и все и больше дожди нет но точки есть и вот мне не нравится вот эта волна в в море она может быть гораздо сильнее ладно что теперь выбора нет пойдем не первый раз попадали в сильную волну в шестнадцатом году прям очень сильную друзья так что вот смотрите я вам сейчас кое-что покажу для начала покажу что вот мы стояли первыми теперь вторыми но ничего страшного то есть не бойтесь сразу поставить здесь чемоданы идти отдыхать и вот так вот это будет выглядеть потом на загрузке поэтому лучше конечно зайти первыми потому что будет возможность занять лучшие места в катамаране спасибо короче как мы и сказали мы вторые сюда зашли обычно мы проходим первые но ничего страшного зато наши чемоданы будут самом низу самой глубине лежать и большая вероятность что их случае дождя их вообще не промочь но они в принципе накрывают все брезентом поэтому абсолютно спокойно багаж доезжает пирс хороший его отреставрировали в году наверное пятнадцатом шестнадцатом здесь до этого был такой узенький брусчатый по нему вообще невозможно было нести чемоданы точнее катить надо было нести потому что дырки были такие что колесики проваливались вот что хочу сказать по поводу автобусов у лампреи есть два вида автобусов комплексную точнее вот этот билет обычный автобус стоит тысячу вот сейчас вот точно не скажу надо посмотреть либо 1150 ави бас стоит 1450 либо на 100 бат дороже в общем на 300 бат отличается обычный автобус от випа блин в ямки попадает все равно вот и за вот эти 10 долларов дополнительно там 9 долларов вы получаете прям реально классный комфорт прям рекомендую брать именно вип и кстати я сейчас посмотрел в прошлом году они эту тему ввели и было всего два виповских автобуса и где-то наверное штук шесть обычных сейчас наоборот тенденция то есть два автобуса мы обычных увидели остальное все випы были прям классно люди все-таки за комфорт начали платить но если бы у них еще появились автобусы какие-нибудь третьего класса с массажными сиденьями например я думаю что вообще было бы супер круто значит народ там не идет не торопится особо не хотят попасть на острова ничего страшного мы без них уедем короче сколько вообще метров этот пирс давай давай вот наташа тоже устала чемодан этот тащить я без русики я просто так тащу его за четыре колесика принципе очень удобно тащить спокойненько катамаран судя по всему семерочка если это семерка то это самый большой в линейке катамаранов ламбрая когда же он появился у них семерка семерка мы одним из первых рейсов ехали в феврале 2016 года когда был очень сильный шторм о котором я упомянул о сильных волнах рассказывал и вот этому катамарану было всего лишь там буквально неделя они нам еще сказали о но у проблем типа там для нас 3-4 метра волна вообще фигня вот мы в принципе да попрыгали поболтались вместо двух часов положенных три с половиной очень медленно шли обходили волны но доехали спокойненько правда все зеленые пакетиками но ничего вот как то так сколько мы уже времени идем надо будет потом посмотреть по записи это слишком близко да я в мониторе один я все на палубу на палубу грузят это хорошо это хороший предвестник это говорит о том что волны сильный нет и не предвидится дождя потому что они очень строго за этим следят чтобы багаж пассажиров не промок не потерялся где-то там его не закинула чемодан потом не вылавливали из сиамского залива а нет или это семерка короче сейчас майхат не тот майхат это по-моему шестерка там да упрай по-моему называется семерочка а это называется майхат да это поменьше катамаран это где-то на четыреста пятьдесят где-то пассажиров если так не изменить память есть потал катал все мы пошли наши тяжелые чемоданы грузят 461 пассажир шестерочка а семерка на четыреста восемьдесят где-то вот так чуть-чуть больше так значит можно зайти это первый зал на первом этаже но он очень сильно кондиционированный поэтому там достаточно холодно мы любим вот эту сторону вот здесь вот на втором этаже на випке не не здесь не хочу там вида нет не знаю сейчас посмотрим мы любим еще вот эти лавочки но но вот эту крайнюю лавочку не берите если кто под вот так вот будет выбирать потому что вот здесь вот наверху скапливается вода здесь и как только катамара набирает скорость а эта вода льется вот сюда поэтому лучше брать вот эту лавочку либо вот эту либо вот эту принципе большой разницы нет но я так думаю что лучше наверное взять вот эту здесь проход будет свободно чтобы можно было никого не тревожить там выходить куда-то и так далее да давай его потому что сейчас народ сюда побежит и и все вот здесь вот за дополнительные по моему 100 бат до вип-рум здесь можно заплатить и вот на таких вот больших сиденьях ехать но кроме этого есть еще одна комната еще плюс 200 бат ну точнее всего 200 вот то есть тут буквально всего лишь совсем немного немного мест вот такие вот так вот они выглядят очень круто в принципе ничем не отличается только цветом наверное и меньшим количеством фактически да а следующая кабинка там только этот став так ну и сейчас я покажу вам третью палубу она абсолютно открытая то есть если мы когда солнышко точнее выйдет через час уже буквально тут можно просто сгореть и если слишком сильно дует здесь народ идет потихонечку так все катамаран большой хороший ну дубные плоты спасательный жилет вот там вот собственно о чем я и предупреждал что польется вода вон девочки уже сбежали но здорово кстати коса открыта и одна и вторая до полнолуния далеко поэтому они открыты днем еще больше будут открываться классно а мы кстати будем жить в домиках где-то где-то вот в этой части нет нет вот в этой части будем жить а а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...